С февраля по май 2022 года проходило несколько этапов соревнований «Юный спецназовец». Сначала это были отборочные туры, организованные в разных городах Вологодска, Архангельска и Мурманской областей. На участие в соревнованиях было подано более 300 заявок. Сами соревнования проходят при поддержке фонда президентских грантов. Это открытое первенство Вологодской области «Юный спецназовец», где дети проверяли себя в 12 дисциплинах разных, показывали мастерство и в теории, и в практике. И вот в мае 50 финалистов, которые прошли отборочные этапы, собрались на территорию Великого Севского района, на лыжной базе «Салют» и уже проходили заключительные. В финале школьникам предстояло пройти несколько видов военно-прикладной деятельности. Сборка и разборка АК-74, надевание костюма химзащиты, стрельба из пневматического оружия, снаряжение магазина, марш-бросок протяженностью 2,5 километра по пересеченной местности с препятствиями. Несмотря на дождь и непогоду, курсанты военно-патриотических организаций прошли через все эти испытания. Самым трудным этапом для многих ребят оказалась полоса препятствий, но даже девушки справились с этим непростым заданием. Сначала был первый этап этой теории. Это, понятное дело, что легко, выучишь, не выучишь, зависит только от тебя. А потом уже началась самая жестокая – это марш-бросок, где ты прыгаешь через реку, весь в грязи, и тебе надо потом еще ползти по этой глине, еще носишь с собой автомат. И это было очень тяжело, было очень трудно и непонятно, пройдешь ты, не пройдешь. Вообще, половину дистанции я, конечно, шла где-то пешком, где-то бежала, но это было очень трудно. Даже для подготовленных людей эмоции незабываемые. Сначала было спокойно, что ты вроде все пройдешь, ты готов, ты, в принципе, физически подготовлена. Потом ты, когда начинаешь проходить сами препятствия, то уже все. Руки отпускаются, охота возвращаться назад, в общем, охота отпустить руки. Но я очень рада, что я заняла второе место. На всех этапах соревнований курсантам пришлось выложиться на полную, показать отработанные навыки и не растеряться в трудных ситуациях, преодолеть все препятствия. Несмотря на то, что участниками были в основном подростки, никаких послаблений не было. Судьи оценивали результаты строго, но справедливо. Понравились, в принципе, все испытания. Из тяжелых был марш-бросок, в котором мы бежали несколько километров. Больше всего запомнился у меня марш-бросок и стрельба. Мы бежали несколько километров, и пока мы бежали, там были всякие испытания. Например, пробежать в гору с опилком, с покрышкой, получается, взбираться по веревкам в горку. Ну, разные вещи мы испытания. Из 50 человек до финала дошли 17 участников, которые смогли показать лучшие результаты. Этим курсантам были вручены памятные подарки и медали. Наталья Вашевская, Антон Карев, Телеканал «Русский Север».